Здравствуйте! В эфире информационная программа Вестник в студии Михаил Рубакицы. Как мы уже сообщали, в Грузии с официальным трехдневным визитом находится делегация Румынии во главе с президентом этой страны Эмилием Константинеску. Вчера высокого гостя принял глава грузинского государства Эдуард Шаварнадзе. После встречи за закрытыми дверями состоялся брифинг для журналистов, на котором лидеры двух стран сообщили представителям средства массовой информации о перспективах развития взаимоотношений между Грузией и Румынией. Сегодняшний второй день пребывания высокого гостя в Грузии начался с церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в парке Ваке. С географической точки зрения Грузию и Румынию разделяет только Черное море, однако именно оно является тем связующим звеном, которое послужит в недалеком будущем сближению двух государств. Об общности проблемы и перспектив двух государств Эмиль Константинеску говорил и во время встречи в парламенте Грузии, которую он посетил по окончании церемонии возложения венка. По мнению президента Румынии, общие задачи дают возможность властям двух государств объединить усилия для их решения. Совместные действия законодательных органов двух стран также послужат общей целью интеграции в европейские структуры, которая невозможна без некоторых изменений в законодательствах. Поэтому столь большое значение придает Эмиль Константинеску личным контактам грузинских и румынских парламентариев. Во время рассказа гостя о проблемах сегодняшней Румынии у наших парламентариев возникло ощущение, будто речь идет о Грузии. Настолько похожи те трудности, с которыми сталкиваются страны, находящиеся на переходном этапе. По мнению Зураба Жвания, Грузии было бы полезно получше ознакомиться с опытом Румынии в деле интеграции в европейские структуры. Тем более, что пробить окно в Европу многие страны намереваются именно через Румынию. Ведь эта страна, наряду с Грузией, будет играть узловую роль в проектах трассика и возрождении Великого Шелкового Пути. Причем от реализации этих проектов, по мнению политиков, зависит не только экономическая, но и политическая стабильность в регионе. Сегодня же президент Румынии Эмиль Константинеску посетил портовый город Поти. Высокого гостя сопровождали госминистра Николай Кишвили, министр транспорта Мерафа Дейшвили и президент Грузинской международной нефтяной корпорации Георгий Чантурия. Гости осмотрели акваторию Фатийского порта, где в будущем запланировано открытие линии паромной переправы Поти Констанция. Из Поти делегация направилась в Супсу для осмотра строящегося там нефтяного терминала. Сегодня же, как сообщает агентство Ипринда, президент Румынии намерен посетить Батуми, где осмотрит завод, выпускающий быстроходные катера. Порт побывает на строительстве железнодорожного парома и осмотрит также другие объекты. Гости посетят также теннисные корты и возложат цветы к памятникам Илье Чавчевадзе и Мемеду Абашидзе. В Верховном Совете Автономной Республики Аджария от имени его председателя Аслана Абашидзе будет дан торжественный ужин. Поздно вечером Эмиль Константинеску вылетит из Батуми в Тбилиси. Ну а подробные репортажи об этих событиях в вечернем выпуске программы Муамбе. Тем временем, пока в Тбилиси продолжаются встречи военного руководства Грузии, с входящими в состав румынской делегации представителей вооруженных сил этой страны, сегодня начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Джонни Пирсхалайшвили обсуждал вопросы военного сотрудничества с командующим 1-й румынской армией генералом Корнелем Периньяком. Встреча президентов Грузии и Румынии станет большим стимулом для сотрудничества оборонных ведомств двух стран, заявил румынский гость. По его словам, руководство вооруженных сил Румынии уже подготовило проекты военного соглашения, которое в ближайшее время будет передано грузинской стороне для рассмотрения. Кроме того, планируется предоставить грузинским офицерам базу в лучших военных вузах Румынии для прохождения стажировки. Одной из них станет Генеральный штаб вооруженных сил Румынии, при котором функционируют специальные курсы по обеспечению региональной безопасности. На встрече также высказывалось мнение и о необходимости обмена специалистами в различных сферах военной науки. Далее в нашем выпуске проблема урегулирования конфликта в Абхазии. Как сообщил корреспонденту агентства МОМБ «Экспресс» посол по особым поручениям МИД Грузии, Рома Сичинава в Москве сегодня начались предварительные консультации полномочных представителей грузинской и абхазской сторон Важилорд Кипанидзе и Андре Джергения. В ближайшее время ожидается начало очередного раунда переговоров при посредничестве российских дипломатов, цель которых подготовка итогового документа, который должен быть подписан в ходе встречи президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе с лидером самопровозглашенной республики Абхазия Владиславом Ардзимба. Сегодня же в российской столице, по словам Романа Сичинава, состоится встреча политических и общественных деятелей России и Грузии в здании редакции газеты «Московские новости». На ней пойдет речь о перспективах развития грузино-российских взаимоотношений, о проблемах, стоящих на пути сближения двух стран, в вопросах урегулирования конфликтов. И одна из проблем, стоящих сегодня в повестке дня, это охрана государственной границы Грузии грузинскими пограничниками. На состоявшемся ранее в Москве 27 июня совещании по вопросам грузино-российского пограничного сотрудничества было парафировано соглашение о поэтапной передаче российскими пограничниками под контроль грузинских коллег, в первую очередь прилегающую к территории Грузии акваторию Черного моря, а затем и сухопутные границы, которые до настоящего времени охраняли россияне. А подготовки Грузии взять с 16 июля нынешнего года под свой контроль морскую акваторию на всем протяжении государственной границы страны, официально Твилиси сообщил в минувший понедельник. Замена российских пограничников грузинскими на морской границе Абхазии может вызвать новые вооруженные столкновения между абхазской и грузинской сторонами, заявил агентство Prime News помощник абхазского лидера Астамур Тания. По его словам, как только будут выведены российские пограничники, их место на границе займут вооруженные силы Абхазии. Думаю, у грузинской стороны хватит здравого смысла, чтобы осознать опасность возобновления вооруженных столкновений, заявил Астамур Тания. Вместе с тем, по его словам, есть возможность в урегулировании этой проблемы мирным путем, путем диалога между высшим руководством Грузии и Абхазии. И еще одно подтверждение абхазской позиции в этом вопросе, только уже со слов более высокопоставленного чиновника. Абхазское побережье грузинскими пограничниками контролироваться не будет. Так говорится в письме, которое по сообщению Абхазского радио премьер, министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багабш направил министру обороны Турции Исмаилу Джему, сообщает агентство Биэспресс. Сергей Багабш в своем письме утверждает, что несмотря на то, что Грузия с 1 июля приступила к самостоятельной охране морских границ страны, речь может идти только об охране Батумской и Патийской акватории. Что касается акватории Абхазии, говорится в письме, этот вопрос еще не согласован с российскими властями и с ухумским руководством. Такова позиция абхазской стороны в этом вопросе, однако Москва все же считает, что возможного конфликта все-таки реально избежать. Прайм-Ньюс сообщает, МИД России считает, что вооруженного столкновения грузинской и абхазской сторон по вопросу контроля государственных границ Грузии после ухода оттуда российских пограничников можно избежать. Разумные люди с обеих сторон могут мирно обговорить и решить этот вопрос, сказал в Прайм-Ньюс посол по особым поручениям МИД России Лев Миронов. Официальный Тпилиси заявил о готовности взять 16 июля нынешнего года под свой контроль морскую акваторию на всем протяжении государственной границы страны. Сухуми в свою очередь утверждает, что в случае ухода российских пограничников их место займут вооруженные силы Абхазии, что в итоге может вызвать вооруженное столкновение между грузинской и абхазской сторонами. Российские пограничники согласно договоренности однозначно покинут границу Грузии, сказал в Прайм-Ньюс Миронов, добавив, что руководитель погранслужбы Грузии Валерий Чхейдзе готов встретиться и обсудить возникшие в связи с этим вопросом проблемы с абхазским лидером Владиславом Ардзимба. Как вы видите, позиции сторон по самым кардинальным вопросам урегулирования конфликта по-прежнему диаметрально противоположны. Тем не менее, переговорный процесс продолжается. На встрече отмечалось, что на протяжении последней недели криминогенная ситуация в районе обострилась. Вооруженные бандитские группировки по-прежнему продолжают грабить брошенные беженцами дома. В целью вымогательства крупных денежных сумм похищают женщины-стариков, совершают другие противоправные действия. Однако, по словам представителей российских миротворческих сил, между селами Набакеви и Хурча сейчас размещена мобильная оперативная группа, которая контролирует ситуацию в пограничных селах, в результате чего за последние два дня там практически не раздавалось выстрелов. На встрече говорилось и о создании смешанной группы, которая займется осмотром тех мест, где проходили военные действия. Посчитает количество сожженных домов, определит точное число убитых. Решение о ее создании уже подписано абхазской стороной, и после подписания его грузинской стороной группа приступит к работе. Обсуждались на встрече и некоторые другие вопросы. По окончании встречи мэр Зугрид и Лерий Читанава и руководители служб безопасности и полиции встретились у контрольно-пропускного пункта через Ингури с беженцами, которые хотят перейти на ту сторону реки. Но абхазское руководство пока воздерживается от того, чтобы разрешить им этот переход, позволяя вернуться лишь пяти-шести беженцам в день, да и то после индивидуальных бесед. Остальным же беженцам, разместившимся у моста через Ингури, руководство Гайского района пока что лишь оказывает посильную помощь. Это был репортаж нашего корреспондента в регионе Самегрелло Дареджан Кварацхелия, состоявшийся сегодня в селе Чубурхинджи Гайского района четырехсторонней встречи, на которой присутствовал командующий миротворческими силами России Сергей Коробко, а также руководитель миссии военных наблюдателей ООН генерал Гарун Ар Рашид. Последствия трагедии в Гайском районе Абхазии, а также общая ситуация вокруг решения абхазской проблемы и ряд других вопросов стояли в повестке дня сессии Верховного Совета. Автономной Республики Абхазия, которая состоялась сегодня в Тбилиси. Репортаж нашего корреспондента Лали Гукава. Это первая сессия Верховного Совета Автономной Республики после майских трагических событий в Гали. Кроме депутата Верховного Совета, в ней приняли участие также парламентарии, представляющие высший законодательный орган Грузии, члены политических и общественных организаций. Учитывая, что в повестке дня главным вопросом был новый виток геноцида грузинского населения Гали и его тяжелейшие последствия, нетрудно представить, какие острые дебаты разгорелись в зале, где проходила сессия. Председатель Верховного Совета Автономной Республики Томас Надарешири решительно заявил, что события в Гали еще раз убедили в том, что любые переговоры с абхазской стороной бессмысленны, а потому должны быть прекращены. Досталось имиротворческим силам за их бездействие, которое обернулось фактическим способничеством сепаратистам. Поэтому большинство выступающих на сессии требовали вывода миротворцев, считая их соучастниками карательной операции в Гали. Как отмечалось на сессии, на этот счет есть неопровержимые факты. Кто несет ответственность за все происшедшее и что предпринимать дальше, чтобы выйти из создавшейся ситуации? Этим вопросом задавались все, кто поднимался на трибуну сессии. Представители ряда политических партий и общественных организаций настоятельно, чуть ли не в ультимативной форме, рекомендовали председателю Верховного Совета кардинально изменить курс на урегулирование конфликта, отмежевавшись от курса официальных властей. Однако сам Тамат Нодаришвили считает. Курс у наших легитимных структур один. Мы неоднократно о нем заявляли, и никаких изменений не произошло. Курс остался тот же. Это силовые методы. И каждый год еще раз демонстрируют то, что курс наш прав. Правильный курс. Когда говорил я вот о своей позиции, о силовых методах, здесь тоже двоякое отношение к этому. Что такое силовые методы? Ну я далек от той мысли, чтобы в Грузии объявить мобилизацию, собрать все население, дать им ружья, закрыть все заводы, прекратить инвестиции, значит выгнать отсюда валютный фонд и так далее и так прочее. Я прекрасно понимаю, что это определенный тормоз в развитии грузинского государства. Но я совсем другое подразумеваю. И в завершении выпуска сообщение на более приятную тему. В Грузии началась выдача денег по индексированным вкладам населения. За первый день проведения выплат коммерческими банками Грузии было выдано более 23 тысяч лари. Как сообщили корреспонденту агентства Биэспресс, Министерство финансов Грузии, согласно данным за 1 июля Сакат Волосбанке выплатил 300 лари, Агробанк 4 тысячи лари, Объединенный грузинский банк 14 тысяч лари, Банк Эльдорадо 5 тысяч лари. Министерство финансов Грузии открыло в Национальном банке Грузии специальный счет, с которого средства перечисляются коммерческим банком предварительно, поэтому никаких препятствий выдачи денег не предвидится. На первом этапе деньги складов могут снимать только инвалиды первой группы. Их списки переданы в соответствующие коммерческие банки и в случае отсутствия фамилии вкладчиков в списках, ему необходимо обратиться в департамент по делам инвалидов или в его районное отделение. Это все новости к этому часу о развитии событий в вечерних выпусках новостей на нашем канале. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова